МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодні в регионах протягнули работу выездные приемные по питаниях реализации декрета номер 3. У Рогачевскими райвыконками прием грамадян провел первый наместник керавника администрации президента Максим Рыжанков. Алексей Циропа цикавился, об чем ишла размова. Поведомление о приеме грамадян у сроках массовой информации и на сайте Рогачевского райвыконками заявилось еще на початку ты дня, а тому записаться до первого наместника керавника администрации президента мог кожный жадающий. Причем сам Максим Рыжанков уже у самом початку приема подкресливая, для его можно звертаться по любых питаниях. У речи сярод головных задач не только допомога у ворошене проблем, а и мониторных ситуаций в регионе. Люди живут сегодня своей жизнью и, конечно же, в нынешний момент вопросы характера такого экономического, они играют большее значение, поэтому, посмотрев, что, образно говоря, какой-то всплеск, наверное, за последние месяцы внимания к этим вопросам, ну вот мы решили такую серию приемов провести. Реализация норм декрета номер три об попередживании социального утриманства – бадай самое расповсюдженное питание, за яким пришли на прием жахары Рогачевского и соседнего Будокошелевского районов. При этом Максим Рыжанков принципово позбегая вакрыстания у относенных до гэтых людей понятия утриманцы. Усе жахары краины у той-те иншой ступени приносят корысть державе, але при этом не усе принимают удел у компенсации некоторых державных затрат. Максим Рыжанков переконан и кожную ситуацию необходимо разглядать персонально. По стану на середину лютого от уплаты сборов на финансование державных расходов на гомишине только податковыми органами вызвали на 12 867 человек и еще 518 человек вызвали на рашениями рабочих групп, которые створены при выконавших комитетах непосредственно в Рогачевском районе, становчивые рашения отремали 15 жахаров. Клены рабочих групп кажут, что шмарок, отремавших поведомления о необходимости уплаты сборов, проблем с наявностью сродков явно не мая. Импортные, изусим, нетанные мебли, дорогие автомобили и коттеджи у некойки поверхов. Усех это свечит об наявности крыльниц высоких доходов. Але отворотные приклады так само есть. Юлия Борозна, депланованный юрист, але зараз не працуя, хоть знасти работу спробовала не одной чем. Подчас приему перший наместник керевника администрации Максим Рыжанков просить керевников райваконкама знасти махчимости для становчивого выращения проблемы. Найти просто ничего невозможно. Сижу дома на зарплату, так сказать, мамы. Она медработник, зарплата, естественно, минимальная, хотя у нее 47 лет стажа. Ухаживаю за бабушкой, которая 90 лет. И работы у меня нет, и платить мне в принципе нечем. Эту плату сбору на финансование державных расходов будет вызвалина и Валентина Чернышова. В 2015-м она працевала в детячем саде, а якобы не трапить падение декрета номер 3, ее не хапила. Усягло одного тыдня. Тяжкую життёвую ситуацию, у якого оказалась женщина, вы решили принять до уваги. Я только слышала его. Он мне говорит, у меня вот эмоции, я ночью не спала. Я вот после принятия вот этих всех до этого решений, у меня была депрессия. Вот эти все месяцы у меня была депрессия. После завершения приема грамадян, первый наместник керунька администрации президента Максим Рыжанков отзначая, люди приходили с проблемами, которые можно назвать саправдой актуальными. Иначе справа, что больше из них можно выражать на местовом узоровне, без взворота в областные и республиканские структуры. И это еще одна основа, которую можно зарабить с проведенного приема. Даже если ты что-то не можешь делать, у тебя всегда остается возможность туда, в центр, написать свое мнение по тому или иному вопросу. Я говорю сейчас о руководителе районного звена, где обозначить какие-то проблемы и даже, может быть, предложить, что они нуждаются в какой-то регулировке сегодня. Ибо нам там снизу виднее, что нужно этим людям. И если даже какая-то есть база, там какая-то нормативная или так далее, ну вот можно, может быть, туда внести какие-то изменения. Или вот дайте нам какие-то такие вот полномочия. И от этого, конечно, будут выигрывать все. На наступном тыне выездные приемы протягнутся. Участь вверх 23 лютого о Гомельском АПР ваконками на пытание откажет начальник головного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ администрации президента Рыгор Шлык. На наступный день, 24 лютого, он проведет выездный прием Убода Кашалевским райваконками. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио компания «Гомель» с Драгачева. Протягиваем выпуск. Угод на ВОКИ СМИ повинны больше объемно осветлять досягнение белорусских вученых. Об этом сегодня у Гомеля поведомила министр информации Беларуси Лилия Ананич. И она провела особистую сустречу с жихарами города и отказала на телефонные звороты подчас гарачей линии. Пытания, с якими гомельчане звернулись до министра информации, имели не только приватный контекст, али и агульно-национальный. Узняли тему юбилейных мероприемств до 500 годов белорусского книга «Друкование», конкуренции друкованных СМИ и интернета, распаусюджывание социальной рекламы. Обмерковывалось так само питание популяризации деятельности белорусских навуковцев. По обмеркованне Лилии Ананичу Год на ВОКИ сродки массовой информации повинны больше объемно осветлять навуковые темы. Али и самим навуковцам треба проявить активность, как выкликать до своей работы интерес СМИ. Если у вас есть конкретные проекты, мы, конечно, ждем и от вас таких конкретных проектов. Если есть интересные предложения, что у вас в институте леса можно показать? Говорите, направим к вам хорошую творческую бригаду и покажем, что такое сегодня наука в сфере, которую вы представляете. Надо этот вопрос обдумать и решить, да. Приглашайте, приглашайте журналистов. На мой взгляд министра, мы недостаточно объемно освещаем вот эту проблематику. Почас размовы с гамельчанами и представниками мясовых СМИ Лилия Ананиш так само зарабила акцент на отказности журналистов за каждое слово, докладность и объективность материала у сродках массовой информации. Министр информации запевнила, что все пытания, которые были узняты подчас встречи с гамельчанами будут доведены до белорусского урада. Самые популярные автобусные маршруты с загруженностью Гадзины ПИК техничный стан аутопарка. Обмерковать гэте и иншые пытания, кие тычатся деятельности открытого акционерного товариства Гомеля АблАутотранс сегодня можно будя упромым эфиры. Наместник генерального директора по перевозках Миколай Коноплицкий станет гостем программы Деалог. Я на видео эфир на телеканале Беларусь 4 у 19.01.50 хвилин. Свои пытания про пановы и за уваги вы можете выказать по телефону по номеру промога эфира у Гомеля 77.68.45 У Гомельским Державным Медицинским Университете отбился конкурс «Наша студентская семья». Усе претенденты на перемогу студенты, яке знайшли свое счастье у стенах родной Альма-Матер. Гэта проставники лячебного факультета. На сцене про сфота и видеопрезентации яны демонстрывали историю каханья и будни своей семьи. Проявляли кулинарные сдольности, а так само умение разуметь один одного спауслова. Кожная пара подышла до творчого споборництва с креативом и отказностью. Конкурсанты делились с глядачами сокретами своего семейного счастья и поспехового сумящения в учебу и быту. Мы всегда говорим и даже на свадьбах наших друзей желаем друг другу одного и того же, потому что мы считаем фундаментальные вещи для семьи это нежность по отношению друг к другу и взаимопонимание это основное фундамент все остальное приложится со временем. Наверное, взаимопонимание уважение и в принципе из этого вытекает и все остальное я думаю. Поддержки друг друга главное поддерживать как бы вы друг друга не злились все равно находить компромиссы и все будет классно. Треба отзначить конкурс судили семейные пары МТ, якие неколи и сами знайшли свое счастье у стенах Гомельского Державного Медицинского Зима отступает У ближайшие дни на Гомельщине захавается одлига Сегодня у ночи будет от минус 3 до плюс 2 а субботним днем слубки термометров поднимутся до плюс 5 У особных районах в области чекается мокрый снег Макчимы слабый туман и гололед У недели у ночи будет от минус 4 до плюс 1 У день от минус 1 до плюс 4 Аля у видовошного плюса есть и минусы Калыхание температур провокует створение ледяшоу сход снегу и наледи сдаха у домов Отсюль небезпека прогулок под карнизами и парковок автомобиля у побач с будинками Не варто игноровать ответные объявы на небезпечных участках ГТ, а так сама иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgmail.by На гэтым выпуск завершен у студии працавала Наталья Игнаценка Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры Редактор субтитров А.Семкин